МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нокаутом победу одержала... Есть плюс, что тебя узнают. Это хорошо. Бывает плохо то, что нет покоя, когда ты хочешь отдохнуть. Даже если ты уедешь за границу отдохнуть с сыном, там тоже узнают и хотят пообщаться, хотят поговорить о боксе. А я вот уехала отдохнуть от бокса. И опять бокс. Что делать? Я общаюсь. Наталья Рогозина, спортсменка, ставшая в России первой обладательницей звания заслуженного мастера спорта по боксу. Абсолютная девятикратная чемпионка мира. На сегодняшний день единственная спортсменка, которая на протяжении всей спортивной карьеры остается непобежденной и является самой титулованной в мире женского бокса. На сегодняшний день действительно я самая сильная. Я абсолютная чемпионка мира. И я все для этого делаю, чтобы отстаивать свои титулы и быть на вершине. А мои соперницы, конечно, спят и видят, чтобы у меня это все выиграть. Все мои пояса, все мои заслуги. Многое зависит от моей команды, которой люди со мной работают. Они знают, что я буду выходить, я буду получать. И они в ответе за меня. Поэтому они меня готовят так, чтобы мои соперницы меня не достали, не сломали мне нос, не повредили мое красивое лицо. Это мой тренер так всегда говорит. Наталья, тебе твое лицо дорого? Я говорю, да. В дальнейшем пригодится? Я говорю, да. Тогда береги его. Что я и делаю? Так, так, так. Ну да, плечами. Еще раз. Вот. Мне приятно, что у меня есть свое уже прозвище, да, как меня называют на боксерском сленге. Спортсмены, конечно, зависимы. Когда спортсмены добиваются больших высот, они уже себе не принадлежат. Они принадлежат уже публике. Потому что ты русская, и ты самая сильная женщина в международном уровне. Спасибо. Итак, наша белая медведица. Мы хотим ей подарить белая медведица. Есть зависть, да? Это к успешным людям. Но была бы я никто. Ну и наплевать, да? Ну кто такая Рогозина? Не то, что завидуют, там, вот как так можешь, там, выйти, отбоксировать, там, в первом раунде, в втором, да? Сразу выиграть, там, девчонки говорят. Я понимаю, что они тоже так хотят научиться и стремятся к этому. Это, наверное, белая зависть, да? А есть черная зависть, когда люди, там, ждут, и Вика, ты уже проиграешь, уже надоел, это Рогозина, да? Когда же она там проиграет? Скорее. Игром боковым. Когда я проводила бои, и все обсуждали, ну, как она выходит, там, как она боксирует, да что это такое? Ну, у меня свой образ, да, я привыкла выйти красиво и красиво достойно отбоксировать и уйти. Как там обсуждали, комментарии читала. Я это воспринимала близко к сердцу и приходила на тренировку и говорила тренеру, господи, ну, что я это не так делаю? Он такой, Наташ, если ты хочешь добиться хороших результатов, я тебя прошу, не читай эту прессу, не эти комментарии, там, по поводу себя, свой адрес. Не может быть, там, такого, чтобы люди писали только хорошее. Но последний бой, когда я выиграла свою соперницу на 35 килограмм тяжелее, я была, там, 76 килограмм, а она была 107 килограмм. И я выиграла в восьмом раунде нокаут, там, она упала, да, упала красиво. И я решила зайти почитать, что там пишут. И вы не поверите, там было 100 с чем-то комментариев, и ни один человек не сказал плохо. То есть я вышла, показала все, что у меня есть, весь свой запас, потому что я боксировала на Урале, на родине, где я начинала заниматься. Я, конечно, очень переживала и боялась, что я подведу. Ну вот вышло, и вышло красиво, я боксировала красиво. И все похвалили. Всегда сложно в спорте найти свое место, свой путь. Моя старшая сестра Татьяна меня привела в 7 лет в легкую атлетику. Я могла бежать на стаканчик мороженого, 5 километров кросс. 10 лет я бегала на длинные дистанции. Это моя сестра, у меня спорта. А так сам я старшая. Вот она не отдала бы в такой возрасте. Не отдала бы, не была бы чемпионат. Я бегала, бегала. Я была чемпионкой Азии, Казахстана. Самое большее, что я добилась в легкой атлетике, это первый взрослый разряд. Это очень тяжело. Это лошадиный вид спорта. А у нас в группе на спортивном факультете были боксеры, ребята. И каждый раз, когда они со мной здоровались, за руку у меня рука тяжелая. Они такие, Наташка, такая рука тяжелая, приходи в бокс. Но я думала, что они там заигрывают, шутят. Какой бокс? И приходит тренер Александр Сергеевич Малышев. И вот он сказал, Наташ, приходи, не пожалеешь. Я как-то вот шла с формой, с легкой атлетики. Я возвращалась, и шли мы с подружкой мимо зала бокса. И она говорит, ну что, пойдем? Я такая, ну, пошли. Зашли просто посмотреть. Он говорит, так, покажи, что ты умеешь. Вот, допустим, на улице на тебя напалик, что ты будешь делать? Там был мальчик молодой, но у него был опыт, конечно. И вот перчатки боксерские мне дали. Встали как-то в стойку там, в кривую какую-то, в уличную. И стали с ним драться. Он мне разбил губу. Значит, у меня так кровь пошла. Я такая, кровь, бросайте перчатки. Ухожу в раздевалку. Какой бокс? У меня кровь на футболке, губа разбита, я сижу плачу. Он подходит, Наташа, это еще не кровь. Ты еще крови не видела. Вот завтра придешь, я говорю, я не приду. Он говорит, придешь, придешь. И будешь чемпионкой мира. Я ушла, пришла домой, а я жила на тот момент с тетей, рассказывала так и так. Я не пойду туда больше, меня вот обидели. А она говорит, Наташа, у тебя нет техники. Ты должна пойти, потренироваться и отомстить этому мальчику. Я завелась, я говорю, точно пойду. В общем, я пришла туда, никто не ожидал. Я была там как белая ворона одни мальчики. Я отомстила этому мальчику, он не ожидал. Поэтому мы с ним там бились не на жизнь, а на смерть. Слышь ты, я ж тебя урою. Да ладно, Олег, остынь. Ты же не будешь телку мочить. Да она ненормальная. Кто вообще сказал, что она телка? Давай проверим. Ну все, сами напростились. И тогда все поняли, что Наташка боец. Ребята, вы что, с ума сошли, что ли? А ну, остановись. Стоп! Я переехала на Урал. А на Урале там никто меня еще не знал, потому что родина моих родителей. Папа, мама, они в молодости оттуда уехали. Папа у меня шахтер, 20 лет в шахте проработал. Очень строгий. Он мне сказал, Наташка, если ты занимаешься, ты занимайся. Если ты не хочешь, ну не надо ходить позориться. А если добьешься сейчас каких-то результатов, тебе потом в жизни будет легче. И я поняла, что нельзя брать с тобой сумку спортивную где-то и прятать, и не ходить на тренировки. И когда еще моя теть Валя работала в ресторане в городе Нижнем Тагиле, я помогала. Там в тренировке придешь, поешь и помочь ей там поднос отнести. Ребята еще не знали, что я занимаюсь. Насталька-то приставать. И вот там-то я и начинала. Не то, что проверяла свои удары, но отбивалась от них. А теть Валя говорила, Наташ, ну что ж ты делаешь? Ты сейчас мне тут всю публику расшугаешь. Всех побьешь. А я говорила, теть Валь, ну а что ж они ко мне пристают, что ж они лезут? Отвали, непонятно. Там швали. Закрежут. Так, отойдите, отойдите. Не надо, подождите, я сама. Не надо, подождите, я сама. Не надо, подождите, я что делаю? Отпустите, я не могу. Не надо, я сама справлюсь. Потом уже из Тагилы уехала покорять город Москву. Там я была звезда, конечно, когда приехала в Москву, поняла, что здесь таких звезд очень много. И тут еще больше надо тренироваться, пахать и добиваться результатов, чтобы тебя знали, чтобы тебя уважали. В начале все были в шоке. Мама, папа, братья, сестры. Да все. В такси едешь, я занимаюсь боксом. Таким, может, баскетболом или волейболом? Я говорю, нет, боксом. Он такой, деньги не надо выходить. Тогда это было непопулярно. Никто не знал, что есть женский бокс. Конечно, было тяжело перестраиваться. Из легкой атлетики, да, заниматься единоборством. Но у меня получилось. И я сразу выиграла Россию, Европу, мир. Я поняла, что это мое. В жизни я добрая, а в зале я злая, спортивная.